Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня мы с вами вместе сделаем совсем несложный, очень нежный розовый макияж. Косметика из моих проектов использовать по максимуму и косметичка месяца, для которой вы выбрали тени. Перед нанесением макияжа я обязательно готовлю свое лицо, увлажняю для того, чтобы не было никаких шелушений и заломов. Сейчас я нанесла сыворотку Пре Макияж от Кафе Красоты, а также крем под глаза с гиалуроновой кислотой и пикногенолом от Дерма-Э. Дала им уже немного впитаться. Стараюсь не забывать про скраб от Эльф. Средство содержит сахар и масла, которые увлажняют и питают губы. Небольшие покраснения на лице буду убирать с помощью кремового корректора фисташковым оттенки от Эссенс. Самодельный кушен буду наносить на лицо. Для тех, кому интересно, как это делается, посмотрите, пожалуйста, мое видео. Идеальный кушен своими руками. Матирующий пудрой от Эльф слегка припудриваю зону Т. Область вокруг глаз буду корректировать с помощью консилера от SkinFood, который имеет лососевый оттенок и прекрасно убирает синеву. Посмотрите, какая разница цветов. Верхняя века ничем не покрыта. Теперь кожа хорошо увлажнена и выглядит естественно. Нейтральными метеоритами, которые я отложила в отдельную баночку, буду покрывать периферию лица для того, чтобы бронзер был более растушеванным и смотрелся естественно. Использую кисточку под названием Кабуки от Эссенс. Вначале прочесываю брови специальной щеточкой, а затем заполняю пробелы с помощью теней от Эссенс в карандаше. Еще раз прочесываю и закрепляю прозрачным гелем от Люкс Визаж. Розовые тени Color Tattoo 24 часа Pink Gold буду наносить на все подвижные века и растушевывать складку мягкой кистью. Затем тени от Catrice буду наносить в складочку века и растушевывать светлым оттенком из моего набора от Avon. Небольшую стрелку сделаю с помощью карандаша от Kiko в цвете какао. А затем сверху темным коричневым цветом из того же набора от Avon кистью нанесу тени для того, чтобы стрелка казалась более мягкой. Стрелочка в розовом макияже обязательно так глаза не будут выглядеть заплаканными. Базу от Everline буду наносить вначале, а затем тушь от Essence. База делает ресницы более пушистыми и длинными. Бронзер от Elf, который прекрасно растушевывается еще благодаря метеоритам, нанесенным ранее, буду наносить под скулу, а затем контурировать все лицо. Использую очень бюджетную кисточку от Triumph. Контур лица также корректирую. Очень нежная румяна от Belle. Все оттенки вы можете найти в моем проекте, использовать по максимуму и косметичка месяца, дают потрясающе зашлифованное лицо. Нежный персиковый оттенок этих румян сочетается с карандашом от Luxe Visage для губ и также помадой, которую я нанесу сверху на этот карандаш. Помада серии Praline от Divash. Остатками бронзы расконтурирую нос. Весь макияж буду закреплять японским спреем, содержащим 100% гель алоэ. Вот такой макияж у нас с вами получился. Он нежный, неброский, очень легок в исполнении, его можно носить как днем, так и вечером. И вуаля, тот же самый макияж в дневном свете. Как вы видите, он совсем не яркий и подходит для дневной носки. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok